Привет, друзья! Я, как и многие из вас, наверное, столкнулись с дефицитом бензина, с тем, что бензинов нет. В Одессе реально на многих ЭЗС пропросту его нету, а кроме того, естественно, там, где он есть, там есть и, соответственно, огромные очереди. То есть там простоять, скажем так, в этой очереди я для себя лично смысла не вижу, поскольку сейчас особо работы никакой нет, и никуда мне ездить не надо. Если где-то здесь возле дома, то вполне можно и пешком пройтись. Я также, как и, я думаю, многие из вас, надеются на то, что вопрос с дизелем, с бензином будет все-таки решен в ближайшее время. Перед вами, друзья, фотка сейчас. Это фотка в телеграм-канале, я ее нашел, и там цена на минутку 90 гривен. Это, говорят, где-то в Днепре. Поэтому, если кто-то есть из Днепра, посмотрите этот видеоролик, будьте так любезны, напишите, пожалуйста, в комментариях, правда ли это и действительно ли на Укрнафте продается по 90 гривен бензин. Потому что у нас в Одессе, честно хочу сказать, цен таких нет, цены на порядок все-таки ниже. Данную новость по поводу роста цен на дизель и на бензин я отдельно разбирал достаточно подробно у меня в телеграм-канале. Поэтому ссылочка на телеграм, на это сообщение будет в описании. Кто захочет, тот может перейти и подписаться, и ознакомиться со всей той полезной информацией, которую я выдаю у меня на телеграм-канале. Я думаю, что многие из вас понимают, что в первую очередь это связано с тем, что Российская Федерация обстреливает постоянно Украину ракету, обстреливает ракетами нашу инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы, те, скажем так, склады, где находится топливо, те хранилища. И, соответственно, нету, приходится нашим операторам заключать какие-то контракты, как я на сегодня знаю, и, соответственно, все этот бензин, дизель откуда-то из Европы поставлять. Конечно, легче хочу заметить тем, у кого стоит газовое оборудование на машинах, потому что не знаю, как, где, за Одессу только могу сказать, у нас газ есть на АЗС, поэтому у кого газовые автомобили, есть такие чисто газовые, я знаю, корейские автомобили, есть те, которые смешанные, там всякий бензин нужен для прогрева, для заводки, но тоже таким людям легче, газом, кажется, заправился и поехал. Какого-то абсолютно там дефицита, очередей и так далее я на АЗС у нас в Одессе не вижу. Что касательно газа. По поводу дизеля тоже проблемно, но кое-где он все-таки есть и очереди там тоже не такие большие. По поводу бензина огромные очереди. И второе, говорят, с чем это связано, это с тем, что существует так называемое государственное регулирование цен. То есть у нас устанавливается цена, по которой может продаваться топливо для транспортных средств. И говорят, это естественно говорю не я, это по источникам в интернете, что те сети, которые занимаются реализацией дизеля, бензина, топлива, в общем, попросту говоря, они не справляются. У них получается идет так, что цена закупки идет выше, чем та цена, по которой требуют, чтобы они продавали топливо. И они поэтому, скажем так, убрали бензин, убрали дизель из своих автозаправочных станций, потому что это попросту невыгодно. И очень много говорится о том, что надо государственное регулирование полностью убрать на бензин, на дизель, на все это топливо. Я здесь честно не соглашусь, потому что я лично уверен в одной очень простой вещи, что если убрать из этой темы государственное регулирование, то бензин был по 30 гривен, то он завтра будет по 300. И как говорится, куда вы там денетесь, кому сильно надо будет, придется заправляться. А естественно это отразится очень сильно на нашей экономике, потому что понятно, что все доставки по городу, какие-то услуги, какие-то товары, передвижения и так далее, это все деньги и зачастую немалые расходы, это все под собой подразумевает тот же бензин, тот же дизель, тот же газ, то чем заправляются транспортные средства. А если, скажем так, пустить это в свободное плавание, то естественно, мое мнение, что цена очень сильно вырастет. По прогнозам, значит, я читал, честно, разные источники, говорят, что бензин где-то будет в районе 50 гривен, дизель в районе 55 гривен. По поводу газа, я так понимаю, плюс-минус, как она сейчас есть, так и сохранится. Но это, скажем так, самый такой скептичный прогноз. Есть, конечно, мы по 100 пишут, и по 80, и по 90. Ну, в любом случае, друзья, в ближайшее время мы это с вами узнаем, потому что обещаю, что до конца этой недели вопрос с газом, вопрос с бензином, вопрос с дизелем будет решен за счет контрактов, то есть он появится на АЗС, и все те, кто хотят заправиться, заправятся. От себя лично еще по поводу Одессы автомобили ездят, и достаточно, честно хочу сказать, для военного времени их немало. На этом, друзья, я думаю, закончим мое повествование. Если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего самого наилучшего и, конечно же, мирного неба над головой.